В направленный диалог и усиление дипломатии постпред Китая при ООН призвал США, НАТО и Евросоюз внимательно относиться к озабоченностям России в области безопасности. Они, по мнению дипломата, связаны с длительным продвижением НАТО на восток. Мы глубоко обеспокоены наращиванием односторонних санкций. Санкции — это неэффективный путь для нахождения прочного решения проблемы. Напротив, это создаст катастрофические гуманитарные последствия. Их пагубный эффект лишь нанесет ущерб другим странам. Поставки наступательных вооружений на Украину и отправка наемников могут лишь еще больше ухудшить ситуацию, создать еще больше рисков. Своей политикой по расширению НАТО на восток США подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса, подчеркивают в китайском МИДе. Официальный представитель ведомства отметил, Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других государств. И сами американцы это прекрасно понимают. Об этом свидетельствует высказывание Джо Байдена, которое он сделал в 1997 году, будучи сенатором. Есть один момент, который мог бы вызвать сильнейшую обеспокоенность в ближайшей перспективе в отношениях между НАТО и Россией, между США и Россией. Это расширение НАТО до стран Балтии. Однако сейчас в Вашингтоне призывы с уважением относиться к безопасности других государств, похоже, не слышат и предпочитают язык ультиматумов. В Белом доме пригрозили Китаю последствиями, если он не будет соблюдать западные санкции. Новые рестрикции и кампанию ненависти в отношении России осудил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Боливарианская республика задействует все мировые дискуссионные площадки и двусторонние контакты для достижения мира. Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняющие договоренности, десятилетиями угрожающие России, десятилетиями готовящие планы расширения НАТО, именно они ответственны за его деэскалацию и поиск благоприятного сценария переговоров и соглашений между сторонами конфликта России и Украины. Гарантии безопасности жизненно необходимы для гигантской державы, которой является Россия. Президент Кубы сравнил политику Вашингтона с империализмом, который подливает масло в огонь, но за пределами своих печей, используя Европу как задний двор. Россию окружили наступательные вооруженные силы. На протяжении десятилетий США последовательно стремились расширить свое военное и гигманистское господство за счет постоянного расширения НАТО в страны Восточной Европы. Думать, что Россия останется неподвижной перед лицом наступательной военной осады НАТО, по меньшей мере безответственно. Они довели эту страну до грани. Постоянное использование экономических, коммерческих и финансовых санкций в качестве инструмента давления на любую страну не решает кризис, а скорее подливает масло в огонь. На самом Западе предпочитают метод кнута и пряника. Эммануэль Макрон на своем первом предвыборном собрании пытался лавировать. Говорил и о новых санкциях, и о важности диалога. Мы ответственны за то, чтобы поддерживать все возможные человеческие связи. Продолжать разговаривать с российскими и белорусскими народами при помощи артистов, интеллектуалов, сотрудничества в технической сфере бизнеса и неправительственных организаций. Продолжать говорить с руководителями. В этом моя задача, даже при наличии разногласий. И всегда уважать Россию и ее народ. Европа эмоциональна при принятии решений и не знает, какие еще санкции можно вести. Такое мнение выразил депутат Европарламента Тьерри Мариани. Он уверен, несмотря на непростые времена, Россия укрепится в отраслях, затронутых ограничениями. А для Европы возможный отказ от российских энергоносителей станет настоящей катастрофой. О последствиях санкций задумались и в Норвегии. Там отказались закрывать свою экономическую зону для российских рыболовных судов. А сотрудничество с нашей страной в этой сфере норвежский Кабмин назвал важным. Волна русофобии, захлестнувшая страны Запада, вызывает все больше недовольства в соцсетях. В иностранном сегменте интернета набирает обороты флешмоб «Перестаньте ненавидеть русских». Пользователи призывают остановить травлю по национальному признаку и отказаться от языка ненависти. Поддержали Россию и участники митинга в Австралии. Собравшиеся у генконсульства в Сиднее держали российские флаги, портреты Владимира Путина и плакаты с лозунгами против НАТО. А некоторые нарисовали на своих машинах букву «З» в знак поддержки российской армии. Екатерина Шамаева, Евгений Земцова, Вести.